Прежде чем я отвечу на некоторые вопросы, хочу рассказать еще об одной функции гибкой мастики. Если массу развести в небольшом количестве холодной воды для образования густой кашицы, ее можно использовать в качестве гибкого кружева. Многие из вас знают, что такое гибкий айсинг, который используется именно для этого декора. Мы можем также нанести на поверхность силиконового специального мата и нашу мастику. Тонким слоем распределяем по коврику и ждем несколько часов. Результат получается отличный, кружево легко освобождается от коврика. Если специальные гибкие кружева из гибкого айсинга необходимо поместить в герметичную емкость или пакет, то в случае с нашей мастикой этого делать не обязательно. Кружево из гибкой мастики остается эластичными очень долго, в то время как изделия из гибкого айсинга быстро высыхают. Эти кружева можно клеить на поверхность мастики, а также на крема и ганаш с масляной основой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно ли из этой мастики сделать фигурки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как эта мастика эластичная, для лепки фигурок она очень удобна. Особенно для формирования мелких деталей, например, таких как пальцы. Если при лепке из обычной мастики пальчики при высыхании могут легко сломаться, то детали, сделанные из гибкой массы, можно даже согнуть. Также довольно часто спрашивают, вкусная ли это мастика. Не скажу, что такие фигурки предназначены для того, чтобы их ели так, как, например, изделия из шоколада или другого сладкого продукта. Но попробовать вполне можно. Скорее, они предназначены для того, чтобы украсить торт. Огромным плюсом для изделий фигурок из этой мастики является то, что из нее можно сделать великолепные наряды. В этом видео я сделала более упрощенный вариант платья и шарфика. А представьте себе, как можно разодеть такую куклу из более тонко раскатанной мастики, к примеру, сделав ткань для шарфика 10х20 см. Можно изначально зафиксировать его так, как будто он развивается на ветру. Или, например, украсить платье шикарными валанами. Очень удобно, что при перевозке некоторые детали, такие как шлейф, шарфик или фата, можно снять с куклы и упаковать отдельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Крошечные детали из гибкой мастики с помощью молдов задаются безо всяких усилий. Например, буквы, сделанные из обычной мастики при изъятии из формы не всегда остаются целыми, а иногда их очень трудно извлечь. Что не скажешь о гибкой мастике. В этом случае следует просто заполнить мастикой той же консистенции, предназначенной для гибкого кружева, и подождать несколько часов. На каком этапе лучше закручивать или загибать лепестки? В самом начале лепки лепестку можно придать любую форму, закрутить или согнуть его. В исходное положение, пока мастика свежая, он не вернется, а будет послушным так же, как и при лепке из обычной цветочной пасты. Следует вначале зафиксировать изделие в заданную форму, а после стабилизации, по прошествии нескольких часов, оно остается в начальном положении. И вот уже в этом случае, если мы попытаемся согнуть или напротив выпрямить закрученный лепесток, он вернется в исходную форму. Где и как можно хранить гибкую мастику. Срок годности мастики зависит от срока годности продуктов, входящих в рецепт, а также от того, где и как она будет храниться. Прежде всего, ее необходимо поместить в воздухонепроницаемый пакет. Будет еще лучше, если пакет с мастикой закрыть в герметичный контейнер и в таком виде отправить в холодильник. Масса будет храниться до нескольких месяцев. При какой влажности мастика сохраняет гибкость? Цветы из гибкой мастики лучше хранить при средней влажности воздуха. Слишком сухой воздух способствует затвердению цветов. При высокой влажности лепестки могут потерять форму. В обоих случаях ситуацию можно исправить, поместив цветы на время в соответствующую температуру и влажность воздуха. Например, если цветы затвердили, достаточно подержать их над паром несколько минут. Если же цветы потеряли изначальную форму от высокой влажности, следует надвесить их в сухое теплое место стеблем вверх. Например, над батареей. Поэтому при хранении этих цветов не стоит бояться ни влаги, ни сухого воздуха, даже если делать такие тонкие детали, как сердцевинка, состоящая из тонких ниточек. Бахромат для таких цветов, как ирис, мак, гербера, дуванчик, сделанный из гибкой мастики, остается устойчивой, а главное не ломкой и не рассыпчатой, в отличие от изделий из обычной цветочной пасты. Это огромное преимущество перед обычной цветочной пастой, так как при лепке цветов из нее обычно кондитеры используют несъедобные пластиковые тычинки и сердцевинки, купленные в специализированных кондитерских магазинах. Что такое порошок КМЦ или, как его иногда называют, порошок СМС? Карбоксиметилцеллюлоза – это пищевой загуститель. Он придает мастике эластичность. Без этого порошка мастика получается расплывчатой массой, больше похожей на кондитерскую помадку. Карбоксиметилцеллюлоза – очень важный компонент в этом рецепте. КМЦ широко применяется в пищевой промышленности. Его добавляют в мороженое, йогурты, майонез, десерты, выпечку. Из КМЦ можно сделать также пищевой клей, добавив небольшое количество воды. Если говорить о вреде продукта, пищевая карбоксиметилцеллюлоза в умеренных количествах – это правило безопасно. Учитывая, что сахарная флористика предназначена лишь для украшения торта и праздничного стола, мы можем без сомнения добавлять в рецепт мастики КМЦ. Часто мы наблюдаем, что торты на торжествах украшены искусственными и живыми цветами. Разумеется, никто из гостей не станет есть такие украшения. Если же говорить о сахарных цветах, с учетом того, что это не самая вкусная и съедобная часть торта, то хотя бы пару лепестков, в отличие от живых, попробовать все же можно. По какой причине образуются комочки? Чтобы избежать появления комков в мастике, следует хорошо просеять через мелкое сито все сухие ингредиенты. Причиной может оказаться любой сухой продукт, входящий в состав этого рецепта. На образование комков может повлиять высокая влажность продуктов или сахарная пудра, недостаточно мелкого помола. Обычно я вливаю сразу весь кипяток, предназначенный для замеса. Но если у вас все же масса получается с наличием комочков, попробуйте поэтапное добавление воды в сухие ингредиенты. Лучше сначала соединить воду с глицерином и глюкозой до однородной консистенции, а затем в эту смесь постепенно добавлять сухие, смешанные между собой ингредиенты. При наличии комков в готовой мастике, попробуйте пробить ее в блендере, пока она еще свежая и имеет более эластичную структуру. Можно ли держать цветы из гибкой мастики в холодильнике? Торт с гибкими цветами простоял в холодильнике всю ночь. Цветы и гибкое кружево остались целы, не деформировались и не потеряли форму. Главным правилом в этом случае является отсутствие лишней влаги в холодильнике. Температура в холодильнике не должна быть слишком низкой, это может привести к образованию конденсата. Также и слишком высокая температура способствует появлению влаги. Причин высокой влажности в холодильнике предостаточно, поэтому стоит уделить этому должное внимание. Например, не ставить в холодильник теплую или горячую еду. Не стоит также располагать продукты или посуду к задней стенке холодильника. Продукты, содержащие большое количество влаги, например, некоторые овощи, следует поместить в герметичную упаковку, чтобы предотвратить испарение влаги. Также важно правильное расположение продуктов, надо чтобы между ними было достаточно места. Можно использовать влагопоглощающие продукты, чтобы предотвратить появление конденсата. Это рис, морская соль, сода, кукурузная крупа. Если разместить один из этих продуктов в разные уголки холодильника, влаги будет намного меньше.